Блин, чувак, ты можешь из кадра-то выйдешь, а? Блин, все равно, наверное, тоже поздно догадались Ну прикинь, я этого ролик сегодняшний вставлю Сегодня у нас вторник, это значит, что сегодня у нас кулинарный блог Сегодня будем готовить одно интересное блюдо Честно признаюсь, я его никогда в жизни не готовил Я даже не знаю, как оно называется, это блюдо Но оно мясное, очень вкусное Когда я служил в армии, был у нас во взводе такой Чилды-елды-пилды-килды Узбек, короче, по национальности Он любил готовить при возможности И готовил пару раз одно блюдо Я реально не помню, как оно называется Но я очень хорошо помню рецепт Сегодня я попробую его повторить Попробую сделать это блюдо по его рецепту Не знаю, получится у меня или не получится Если получится, то, соответственно, вы будете готовить его тоже, я надеюсь Не получится, ну, значит, съем его сам В конце узнаем, что получилось А сейчас давайте начинать готовить Для приготовления блюда нам понадобится фарш Яйцо, лук, помидор, соль, вода и мука Пока фарш измораживается, я буду готовить тесто Нам нужно сделать такое тесто, из которого делают обычные пельмени Не подглядывай ко мне Запись-то меня за прошлом Да, это хорошо Как это мы будем делать тесто? Я пичку Это соль? Это соль Это соль Берем соли Душевно, кстати, солим в тесто Размешиваем яички чуть-чуть Чуть-чуть Чтоб не взбиваем Просто размешиваем Там такая херня черная Херачиваем сюда муку Сколько? Я не знаю, в кольце Короче, надо, чтобы тесто получилось плотное И упругое Кстати, кто не знает, как мешать тесто Берем вилку Делаем из нас такую херню И мешаем Сейчас добавляем воду Все, мешаем Ну, сразу видно, муки мало Значит, керачиваем еще Насыпаем муки И начинаем его Вот так вот Ваминать Теперь надо тесто Положить, и чтобы оно Немножко постояло Так, а пока у нас размораживается фарш И до конца Нам нужно Жарить помидорку с чесноком Берем помидору Берем ножику Режем по полам И ревна Себе палец Суп Такой вот я повар криволокий Пока мы чай не липали Тесто уже чуть настоялось И мы добавляем его Где-то салмасло Где-то столовую ложку И еще раз его Промешиваем Ставим его еще один на голову Тесто у нас получилось Прям вообще Я сам себя превзошел Первый раз в жизни Я раскатываю тесто В чем мы делаем дальше Мы дальше берем остывшую помидорную массу Дакидываем в наш фарш И все это дело Тщательно перемешиваем Примерно вот такая вот Хренатень должна получиться Теперь нам это тесто Надо тщательно вот так вот По всему этому плену Тонким слоем разложить Теперь нам надо все это закрутить в рулет В тоненький вот такой рулет Ну второй соответственно точно так же Да Этот рулет забавный Ну да ладно Вот мы такие маленькие штуковины Нарезаем все, сделаем Вода у нас закипела А значит что момент истинно наступает Я честно говоря не пойму только одного За счет чего И как Вот эти штуки сварятся Из них не высыпется мясо Вообще понятия не имею Тем не менее Теперь надо их сюда Закидать Посмотрим У киллды и биллды Получалось все на ура Что ж друзья Вынужден вас огорчить Ни черта мне не получилось Из всех Из всей массы вот этих вот Не знаю как это назвать Получилась только одна единственная Я не тороплю положу Все попробую В остальных все как и следовало ожидать Тесто отвалилось А мясо плавает отдельно Конечно это можно съесть Но это не то что я хотел приготовить В любом случае я очень старался Даже получил производственную травму Я очень надеюсь что Несмотря на то что ничего не вышло Вы это видео оцените И поставите мне лайк На этом все Подписываемся на канал Ставим лайки А я пойду учиться готовить Как бы ужасно это не выглядело Но это очень вкусно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому